Здорово, народ! Это снова я, Зак, и игра Assassin's Creed 2. В рубрике эксперименты я только что, как всегда, отснял несколько экспериментиков с залпом и решил отснять последний. В предыдущих экспериментах я сидел в лютых потемках, у меня сейчас до сих пор потемки, очень часто глючила вебка, получается, я сейчас немножко пересмотрел, что у меня там получилось, последние три ролика, которые я сейчас залпом отснял. Глючит вебка, плохое освещение, у меня сейчас солнце село, я думал, наоборот, нормализовалось все, как бы освещение от экрана стало более четкое, и вот тут вот ничего не мешает. Ужасно стало, просто ужасно, меня вообще не видно. Сейчас меня вот в начале ролика будет еще более-менее видно, потому что я в белой менюшке, да, и, соответственно, тут такое яркое белое освещение прям светит на меня. Поэтому меня сейчас будет видно нормально, но со временем, когда я зайду в саму игру, меня будет видно очень плохо, очень просто, ну реально в лютых потемках буду сидеть. Поэтому, ребят, включаем свет по-любому в сегодняшнем вот этом ролике, и, пожалуй, я буду сидеть вот так вот, пожалуй, я буду сидеть в очках. Что же, Assassin's Creed 2, продолжаем играть, продолжаем экспериментировать. Следующая миссия у нас уже будет от Леонардо да Винчи. Мы отправимся во Флоренцию, наконец-таки в Ментри Джоне. У нас уже вроде как все пройдено, поэтому сейчас мы отправимся во Флоренцию, и будем уже проходить вновь-таки миссии там. И первая у нас от Леонардо да Винчи. Как я помню, мы сейчас будем вроде как тренироваться со вторым клинком, нам вроде как дадут второй клинок, и мы будем опробовать новые приемчики. Попробуем опробовать их не на манекенах, а на страже. Вот это суть сегодняшнего эксперимента, но пока что для начала нам нужно еще хотя бы добраться до Флоренции. Хотя стоп, точняк. Это же можно очень легко сделать за счет телепортации. Не обязательно брать коня, добегать до туда, до Флоренции, добегать потом уже до Леонардо. Можно же просто сразу вот сюда вот зайти, в Флоренция, и телепортнуться. И причем телепортнуться сразу же к Леонардо. Вот, мастерская Леонардо. Вдобавок, заметьте, заметьте, буквально еще миссию или две назад, у меня тут было намного меньше телепортов. То есть у меня тут было всего три телепортика, мастерская Леонардо и что-то еще. Наверное, восточные ворота. Восточные ворота. И-и-и-и-и. Наверное, что-то из этого. Хрен его знает. Короче, у меня тут было всего три телепортации. Всего три телепорта. А сейчас стало шесть. То есть вот, то есть, видимо, нам еще большую часть Флоренции разблокировали. Еще большая часть Флоренции нам стала доступна на этом этапе игры. Поэтому, очень даже классно, ребят, поставьте лайк прямо сейчас. И загружаем, загружаем Флоренцию. Флорентийская республика, 1478 год. Уже не шестой. Два года спустя. Ой, понятно. Я думал, нам сейчас что-то будут показывать и объяснять. Какая-нибудь либо сцена будет, либо Шон Гассенс подключится к нам. Такой, типа, Этсо. Нет, какой Этсо? Дезмонд. Карта обновилась. Появились новые приколюхи. И так далее. Но нет, ничего нам не поясняли, ничего не объясняли. Никаких сцен не было. Мы... Нам прогрузили Флоренцию. Просто показали. Флорентийская республика. 1478 год. Все такое. Крутяк. Ну и, как бы, да, два года спустя, получается, сейчас мы зайдем к Леонардо и будем обучаться с автором клинком. Наконец-то, у нас появится второй клинок. Это тоже просто крутяк. Просто замечательно. И, как я и сказал, сегодня это последний эксперимент, который я буду записывать залпом. Надеюсь, вебка не глючит. Мать твою. Если ты глючишь. Твою мать. Надеюсь, она не будет глючить. Короче, да. Надеюсь, вебка не глючит. Надеюсь, что меня сейчас нормально видно. Нормально слышно. И, как бы, это последний эксперимент. Сейчас я пойду на путь в Россию. Получать свой заказ. Итак. Потом, может быть, продолжу записывать. Но пока что это последний эксперимент. И потом я ухожу. Что же? Стучимся. И смотрим сцену. Этсио, ты еще жив? Ну надо же. Видно, последние пару лет тебе сопутствовала удача. Навижу я. Ты сильно изменился. Я надеялся, что ты поможешь мне в одном деле. Для тебя все, что угодно. Ага. Ты нашел еще одну? Невероятно. Хм. С этой будет нелегко. Тут воспользовались древними языками. Умно. Может, если я... О. О. Опа. Похоже, это своего рода руководство для убийц. Я взгляну. Постой. Что это? На этот раз это не чертеж, а просто несколько рисунков. Хм. Как же в этом разобраться? Хо-хо. Ну конечно. Почему бы и нет? Вот это мысль. Ни-я-я! Я не могу сделать, пока я осваиваю приемы из этого руководства. Забирай. Я прикажу помощнику поставить несколько манекенов, чтобы ты мог потренироваться. Эй, Винченцо! Винченцо? Эй, Винченцо, ты кто? Короче. Миссия называется «Живой пример». Потренируйтесь в использовании новых техник убийства, пока Леонардо занимается страницами Токодекса. Лезь, меня негромко сейчас было слышно. Принимаем. И, я думаю, самое время снять наушники. Потренируйтесь в использовании новых техник убийства во дворе. Я думал, во дворце. Во дворе. Сопрятанный клинок. Что-то там получен один квадратик здоровья. Что, просто так, что ли? Просто так, что ли? Ничего себе, получен один квадратик здоровья. Прикольно. До сих пор написано «Потренируйтесь». Вот, нами демонстрируют манекенов. Три манекена. Соответственно, нам доступны три техники убийства. Новые техники убийства. Сейчас мы можем забраться на крышу и схватить стражника. Скинуть его с крыши и, соответственно, таким образом убив. Убить. Короче, убить, скинув, скажем так. Далее, новый приемчик, это залезть в сено. И если кто-то подходит к сену, мы можем вылезти на пару секунд и засунуть его вместе с нами. Полежать немножечко. Только уже убив. И можем убивать, получается, с крыш. Прямо прыгать на врагов. Можем прыгать на врагов и таким образом их ликвидировать. Что же я предлагаю потренироваться, но только как-нибудь обходя скрипты. То есть, смотрите, вот здесь вот нам надо забраться на крышу и с крыши спрыгнуть на манекена. Вот здесь нам надо забраться в сено. Из сена убить манекена. А здесь нам надо забраться на дом. Из уступа захватиться за манекена и скинуть его вниз. Таким образом, убив. А я сейчас предлагаю попробовать либо просто как-нибудь их убить, либо как-нибудь обмануть скрипты, либо вообще потренироваться новым приемчиком на стражниках, а не на манекенах. Вот. То есть, сейчас что-нибудь попробуем поделать. Если мы просто подойдем, смотрите. Получается, убить мы не сможем. Убить манекена мы вот таким образом не сможем. Если сосредоточимся даже на нем. Нам придется именно забираться сюда. Ладно. Тогда давайте заберемся. И вы хотите сказать, мне придется спрыгнуть, да? Или может быть я вот забрался, я думал сейчас белый маркер пропадет, и я смогу спуститься и уже убить его обычным образом. Но нет, по ходу дела. По ходу дела нет. И что-то у меня голос немножко уже охрип даже. Что за лажа. Короче, давайте тогда теперь попробуем как-нибудь на шифте, я не знаю. Не получается вообще ничего сделать. Да твою мать. Придется вот прямо отсюда, да? Прямо отсюда. Хорошо, тогда я пока что этого делать не буду. Давайте тогда пока что. Ну, с сеном, я думаю, тут слишком очевидно, что ничего не проэкспериментировать. Мне придется залазить в сено, и уже из сена он вылезет и убьет манекена. Поэтому предлагаю тогда залезть вот сюда, и что-нибудь тогда проэкспериментировать с этим манекеном. Вот что тогда можно сделать с ним? Так. О! Смотрите. Мы прыгнули и убили его, а должны были не прыгать на него, а должны были вот так вот с уступа это сделать. А, так она и нами не засчитала. Я думал, игра нам засчитала это, но нет, смотрите. Опробована техник убийств, 0 из 3. То есть, игра нами не засчитала это убийство, видите? Техника-то нам доступна, теперь мы можем вот так спрыгивать на врагов. Но нам это не засчитало. Написано предупреждение, убейте ту цель. А, убейте эту цель с, что-то там, с виста уступа. Что? Короче, сейчас мы выясним, что там было написано. Еще раз попробуем. Вдобавок, давайте тогда попробуем с уступа, но не с того, а вот откуда-то, отсюда, откуда-нибудь. Убить вот того вот манекена. То есть, вот так, смотрите. Оп! Засчитала! Смотрите, мы обошли один скрипт. Мы реально обошли один скрипт. Вот этого вот манекена нужно убить было с высоты, с уступа прыгнуть на него, да? Но я это сделал не с этого уступа, а вон там вот сверху, вы только что видели. И засчитала, ребят, самое главное, засчитала, вы посмотрите. Но это даже, это не супер хорошо, я потому что, как бы, все-таки не это хотела. То есть, я надеялся на то, что нам не засчитают, блин. Я хотел что-нибудь, как-нибудь, как-нибудь что-нибудь иное сделать. Но нет, уже засчитала. Ладно, давайте еще раз прыгнем, и смотрите, предупреждение, убейте эту цель, свисая с уступа. Написано, свисая с уступа. Вот, а то я что-то первый раз как-то неправильно прочитал. Короче, нам надо именно свисать с уступа, и только таким образом мы можем его убить, и он засчитается. То есть, вот. То есть, вот отсюда надо его убить. Что ж, ну хорошо. Вроде как, больше тогда ничего не проэкспериментировать. Можно только прыгнуть на того тогда, прыгнуть, попробовать. И что тогда будет? Тоже нам не засчитают его, давайте попробуем. Оп. И да, предупреждение, убейте эту цель, напав на нее из стога сена. То есть, надписи даже немножко разные. То есть, разработчики это немножечко предусмотрели. Что игрок захочет как-то не так напасть на этих манекенов, как-то не так их ликвидировать. Не в той последовательности, не в том порядке, и не теми способами. Используя не ту технику боя, скажем так. Технику убийств. Короче, давайте попробуем напасть на стражников. Смотрите, а я не могу. А я не могу, я нажимаю, и он во время этой миссии, он ничего с ними и не делает. Вы посмотрите, он во время этой миссии и не может на них напасть. Я думаю, слышно, да, щелчки мыши? То, что я нажимаю, смотрите, и он вообще ничего не делает с ними. Вообще ничего, они только могут сагриться, если мы будем их толкать. Но давайте тогда так и сделаем, потому что а что еще остается? Но по факту, во, все, они сагрились. Давайте попробуем с ними драться. И вот только теперь можно драться. Все, только теперь, ребят. Давайте тогда попробуем их сагрить на себя и убежим побыстрее. Как раз используем новые какие-нибудь приемчики на них. Так, а не будут вообще залазить-то за нами? Я видел, там один чувак камень взял уже, блин. Ладно, давайте спрячемся в сено. А что, можно, нет? Да, можно, но... И давайте... Блин, я хотел не на манекене. Чувак, ЭЦО, what the fuck? Чувак, what the fuck, ЭЦО. Короче, я хотел приемчик не на манекене проверить, а на стражнике... Остался последний приемчик. Это как-нибудь заманить их на крышу. Чтобы они за мной сейчас заползли сюда. И с уступа их как-нибудь ликвидировать. Короче, вы видели, да? Я уже спрятался в сено. И хотел, чтобы он... А что это стражники делают? Я хотел, короче, чтобы он из сена стражника убил. Но он убил манекена все-таки. Так что вот. И капец! Чуваки, куда вы пошли-то? Стоять! Куда они поперли? Челы! Мы не закончили. Оп. И что, они сейчас будут за мной залазить-то? Да, лезут. Лезут. Пока что лезут. Давайте вот как-нибудь сюда. Блин! Кто камень кинул? Презиндавайтесь! Один-то чувак уже прям за нами полез. Капец. Надо как-нибудь их выманить. Не знаю, сюда, наверное, давайте запаркуем. Вот так вот. И будем ждать. Теперь можно запаркурить вот сюда. И что, они будут за нами лезть-то? Да, они лезут. Отлично, ребят, они лезут за нами. Хотя стоп. Мне бы хотелось, чтобы сейчас кто-нибудь вот сюда... ...подошел ко мне, и я бы его, соответственно, таким образом убил. Чувак, какие камни? Иди сюда, паркури. Оп, отлично, отлично, отлично. Давайте попробуем сначала одного. Блин! Этсо! Только не это! Он упал! Капец. Надеюсь, камень-то не достанут они на этот раз. Челы, паркурите сюда. А где второй-то? Их же было двое. Он умер? Не знаю, мне кажется, он упал и сдох. Ой, ну... Капец. Мне кажется, вот, это вот его новый трупак вот тут появился. По-моему, это он и есть, смотрите. По-моему, это он и есть. Короче, хрен его знает. У нас тут остался один стражник. Давайте попробуем как-нибудь его снова выманить вот сюда. Давайте вот, чтобы он залез сюда. Чувак, давай залазь. Залазь. И попробуем, кто камень кинул. Или мне показалось? Показалось, наверное. Так, и попробуем как-нибудь вот здесь вот. Его убить. Блин, он в манекене застрял, прикиньте. И камень достает. Быстрее, он уходит. Это забавно. Это очень забавно. Ой! Вот это уже ни хрена не забавно. Он попал в нас. Я его не вижу. Так, чувак, иди сюда. Смотрите, ну я реально в шоке. Он застрял. Ну хорошо, давайте тогда... Хотя с другой же стороны, отлично. Пускай застревает. Как раз он именно там, где нам и нужно. Давайте попробуем вот так вот сделать. И вот отсюда. Вот так вот, блин. Вы видели? Эдсу уже хотел вот-вот его взять и ликвидировать. Но он нас ударил, и Эдсу упал. Тогда давайте еще раз. Последний раз попробуем его сюда заманить. И сделаем так, чтобы он... Короче, убьем его. Чувак, давай, иди сюда. Он уже нас... Он что-то немножко забаговался и залагал. Он нас уже тереть начал. Я в шоке. Какой камень? Поднимайся давай. Так. Интересно, что он будет делать. Ой. Это он уже немножко не туда пропаркурил? Это он уже очень не туда пропаркурил немножко. И даже не немножко. Вот блин. Вы это видели? И в итоге он вообще просто грохнется. Ладно, мне придется новых стражников искать. Давайте тогда попробуем. В принципе... Ой, так тут еще и сено есть. Офигеть. Я прям в сено упал. Оно тут было прям под нами. Ну и короче, нам надо найти новый отряд врагов. Вот они. Я их уже вижу. И вот так вот, наверное, сейчас вот. Оп. Оп. Еще раз. Оп. Еще раз. Может даже знаете, что сделать? Ударить их кулаками. Попробовать. И не ударить, а... Можно было шифт опять взять. На шифт их типа схватить, чтобы этот селик схватил. И толкнуть как-нибудь таким образом. Но ладно, в принципе, они и так сагрились. Давайте активируем аптечку. И снова побежим в переулок Клеонарда. Чуваки! Вперед! Вперед за мной! Так, забегаем в переулок. Давайте попробуем в сено спрятаться. И теперь уже не манекена, а его. Да-да-да, все отлично. Я, наверное, попробую вторую сессию загрузить и снова переиграть эту миссию. Потому что мне кажется, что он в тот раз не стражу схватил, а манекена только лишь потому, что я... Как бы белая подсветка была не на стражнике, а на манекене. Сейчас белая подсветка была именно на стражнике, поэтому он именно стражник это и начал мочить. Так что вот. И сейчас он сделал именно то, что я и хотел в первый раз. Так что, такие дела. Я думаю, вторую сессию надо обязательно попробовать загрузить и попробовать заново пройти. Ой, Этсу! Ну что ты натворил? Блин! Так, еще раз. Не говорите мне, что они спустились. А, они спустились. Капец, чуваки, давайте сюда. Запрыгивайте. Так. Аккуратненько запрыгивайте. Ну и че, вы долго там стоять будете друг на друга любоваться? Может им помочь нам немножко? Смотрите, че они встали и просто стоят, смотрят друг на друга. Офигенное зрелище! Это что такое вообще? Классно мы тут уместились аж втроем. Вы посмотрите на эту картину. Давайте так, а посмотрите на эту картину. Парни, вперед! Что за лажа? Так, по очереди, по очереди, чтобы не застревать. Так, спускаемся. Все, отлично. Отлично. Вот это только не очень-то отлично. Все, так, вперед, 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 вперед. И он хотел уже взять, но тот начал нас мочить снова, как и в первый раз. Как и в первый раз. Ладно, не беда. Пока они не спрыгнули по-быстрому. По-быстрому забираемся снова. Ой, ну это еще что такое? Так, бежим сюда. Отлично. Зацепляемся, зацепляемся, нельзя падать. Так, аж три удара нанес, вы прикиньте. Этот еще камни кидает сбоку. Я вообще в шоке, друзья. Да какого хрена они вообще слезли-то с этого балкона? Парни, вперед. Сюда, вдвоем, вдвоем, давайте. Так, отлично. Они здесь. Ой, у меня уже сейчас здоровье закончится. Надо принять аптечку. Быстрее! Так, все, они сейчас будут бросать камни, но желательно, чтобы они сюда подбежали поближе. Давайте я как-нибудь вот так встану. Ой. И они сейчас, по идее, должны поближе подбежать. Ну давайте так уж и быть, хотя бы одного. А, нет, стоп. Можно вот так немножко подразнить. И вперед. Почти что, почти что получилось. Нет, мне кажется, это нереально, потому что он моментально... Как бы, это происходит очень моментально. Это происходит очень моментально. Так что это вообще невозможно. Если вот с этого белого маркера, где белый маркер нарисован, если отсюда, с этого уступа, вместо манекена взять стражника, это вообще практически нереально. Так, смотрите, даже еще раз, еще раз пробуем. Видите? Да и... Он как бы уже, казалось бы, да качешь ты его не сцепишь-то? Он уже все, он уже достал клинок, уже даже вот так вот держит возле его головы, головы стражника. Но стражник все равно, все равно достает, успевает меч. Даже не то, чтобы успевает, это все сам дает ему время. Он достает меч, и... Пошла жара. Все, и то есть он как бы агрится на нас. Так что вот. Поэтому это практически нереально сделать. Разве что сейчас пройти эту миссию до конца. Сколько там времени? Уже 20 минут я эту миссию прохожу. Черт подери. Этот эксперимент уже где-то на минут 20 или 25 получается. То есть, очень он у нас уже затянулся. Поэтому смотрите, я сейчас прохожу последнего манекена. Все, таким образом я обучаюсь, да. Смотрим последнюю сцену. И загружаем вторую сессию. У меня вышло. Иди сюда. Посмотри. Возьми ее. Испытай. Спасибо, Леонардо. Нон чадеке. Мне нужно кое с кем повидаться, пока я здесь. Но я не могу сделать это на публике. Ты не знаешь, как... Ля Вольпе? Ля Вольпе. Лис? Чш-чш. Каписко. Не знаешь, где здесь водятся лисы? Возможно, недалеко от Меркато, где живут воры. Статенто, амиго. Амиго. Дело в шляпе. Что ж, ладно, миссию мы прошли. Давайте, как я и сказал, загрузим вторую сессию. И снова попробуем, что-нибудь поделать. Раз уж с уступой не получается, как бы, схватиться, чтобы он вниз его скинул. Будучи при этом на вот этом балконе с белым маркером. То давайте тогда хотя бы попробуем что-нибудь полегче. То есть спрячемся в сене и сосредоточимся не на манекене, а вот на этом стражнике. Мне кажется, у меня просто белая подсветка была на манекене, а не на стражнике. И поэтому он именно манекен это и начал мочить. Так что вот. Это самое последнее, что мы сейчас проверим. Вот с этим уступом там точно по-любому ничего и не сделать. Вы сами видели. Я миллиард раз пробовал. Херня, ничего не получается. Поэтому так, я загрузил вторую сессию. Блин, у меня тут еще и до сих пор немножко миссии не пройдено в Монтриджоне. То есть нам надо зайти к Клаудии, написано. И порешать с ней вопросы по поводу улучшений. По поводу улучшений. Потом уже только отправиться во Флоренсу и там встретиться с Леонардо. Так что, ребят, пока что запись ставлю на паузу. Эксперимент получается очень длинный. И... Ну да ладно, зато интересный. Надеюсь, вы поставили лайк. И увидимся через непродолжительное время. Итак, народ, спустя очень много времени, я продолжаю. Я продолжаю. Наконец-таки. Флоренция. Сан-Джуани. Маст Леонардо. Мастерская Леонардо. Летс го. Ладно, ну мы это видели как бы. Что ж. Миссия от Леонардо. Начинаем заново. Блин, сцену-то не пропустить. Открывай. Этио, ты еще жив? Ну надо же. Видно, последние пару лет тебе сопутствовала удача. Но вижу я, ты сильно изменился. Я надеялся, что ты поможешь мне в одном деле. Два года прошло, ребят. Два года. Ладно, я эту сцену либо обрежу, либо вырежу, либо еще что-то. Ну, запись-то на паузу ставить, конечно, не буду, но... Да ладно. Короче, вот Эдсу снова дал Леонардо страницу кодекса. Оу, ты нашел еще одно. Невероятно. Зашифрованный шифр или что он там говорит. Короче, я уж четко не помню конкретно, да? Ну да ладно. Нам интересна вторая часть этого задания. Что будет после сцены? Нам интересно. Но это как бы не то, чтобы вторая часть. Это и есть само задание. Короче, нам интересно, что будет после сцены. Так что вот. Ладно, только вот когда она, блин, совершится-то? Сколько можно, мать-то? Сколько можно, Леонардо? Хватит тянуть время. Живой пример миссия называется. Я не помню, говорил я кодовое слово или не говорил, но если не говорил, тогда напишите кодовое слово название миссии. Я только что сказал, да? Живой пример. Так, отлично. Наконец-то миссия снова началась. Погнали сагрим на себя снова вон тех вот стражников. Это вроде бы они же. Чуваки. Драться я не могу клинками, по крайней мере. Так, переключаем на кулаки и агрим их на себя. Все, удираем. Удираем по-быстрому. Они сейчас должны бежать за мной. Я хочу спрятаться в сене и убить не манекена, а стражника из сена. Ой! Нам еще ведь не продемонстрировали даже. Блин, пока нам демонстрируют, нас там уже мочат, смотрите. У нас минус единичка здоровья. Черт подери! Этого мне еще не хватало, ребятки. До свидания. Так, куда ты полез? Придурок, слазь. Так. Отбегаем, отбегаем, залазим сюда и прыгаем в сено. Он нас увидел? Блин, да он нас же не видел. Так, сосредотачиваемся на стражнике и... Блин. И ничего не происходит. Прикиньте, да? Ладно, вылазим еще раз из сена. Сейчас этот прибежит. И мы попробуем забраться вот сюда. И отсюда его как-нибудь. Блин, чувак, нет, давайте сначала столкнем его как-нибудь. Вот так вот столкнем. А потом уже отсюда, отсюда прыгнем. Блин, да чего он не прыгает-то? Твою мать. Еще раз надо столкнуть. Сейчас он прыгнет сюда, смотрите. Я его вот так возьму. Вот так вот. Понесся. А уже потом, смотрите, надо прыгнуть на него. Да блин. А он опять не прыгнул. Так. Еще раз. Да капец, уже Эсу куда-то там слинял. Эсу, залазь. Залазь. Сейчас он сюда прыгнет, мы его вот так возьмем, типа. Я нашел его! Че, дружище? Полетел. И уже после этого попробуем спрыгнуть на него. Это шо было такое? Эсу, что за цирк? Что за цирк, мать-то я? Еще раз, еще раз. Очередной цирк. Эсу, ты долго будешь исполнять такую дичь? Ладно, давайте тогда, знаете, как поступим. Возьмем его еще раз. Еще раз возьмем. Выиграем время, так сказать. Кинем его в ту сторону. По-быстрому заберемся. Вот так. Оп. И снова на него прыгнем. Да Эсу, какого чё? Чёрта. Ладно. Зачем он слазит-то, блин? Я вот сейчас вроде все нажимал правильно, он зачем-то слез с этой вышки. Так, все, давай, иди сюда. Дружок, и прыгаем. Воу, это что такое было-то? Я не понял. Нам немножко ракурс повернули не в ту сторону, я даже не понял, что это было. Так, еще раз, смотрите, это че он исполняет? Это все. What the fuck? Короче, да, видимо, тут тоже не получится. В сене-то там вообще ничего не будет. В сене-то, если с сеной исполнять такую дичь, ну как, то есть, вместо манекена убить стражника, то ничего не будет, вообще ничего не произошло. А вот если вот здесь вот пробовать как-нибудь что-нибудь, вы сами видите, что из этого получается. Это вот там подпрыгивает, и вот так вот с клинком просто падает. Дружок. И сюда. И полетел в ту сторону. Блин. Надо... Когда он падает, надо букву F нажимать, я забываю каждый раз. Чтобы белая подсветка пропала. Ой. Все, ребята, это последнее, что мы сейчас проверим. Скорее всего, сейчас получится вот так, посмотрите. Оп. Схватили его, бросили, и сразу полетели вниз. Да, видите, ну ничего не выходит, короче говоря, вообще ничего не выходит. С сеном не выходит, с вот этой вот распрыжкой не выходит. И если даже заманить его как-нибудь на балкон, чтобы он забрался, тоже ничего не выйдет. Нет, манекен, это зачем? Не манекену надо было. Но он в итоге вообще манекену схватил, прикиньте. Ладно, ребят, все, на этом уже тогда точно все. Давайте тогда этих манекенов тоже сейчас по-быстрому вот так вот. А, не получается, смотрите, не получается. Так. Пошел нахрен. Пошел нахрен. Ладно, ребят, все, на этом действительно все. Мы сейчас вот так вот по-быстрому завершим это задание. Я завершу. Сцену, так как мы уже смотрели... Я завершу даже вне видео это задание. Потому что мы сцену уже смотрели. Так, прыгаем в стену. И смотрите, вы видели, у меня даже экран немножко так повернулся на стражника. Потому что я нажал на F, чтобы Эдсо засредоточился на стражнике. Но он все равно схватил манекен. В тот раз он стражника схватил, а сейчас снова манекен почему-то. Поэтому такая вот лажа, вот такая фигня. Ну да ладно, вот мы проэкспериментировали, вот мы все и проверили, все, что могли и все, что хотели. Всем удачки, всем пока. Увидимся в следующих роликах. У меня вышло. Иди сюда. Посмотри. Возьми ее. Испытай. Возьми ее. Продолжение следует...